Здравствуйте, друзья! Сегодня я, украинский историк и политолог, расскажу вам о российском писателе, который все пророчески предвидел, Виктор Астафьев. Вот что он написал. Главное, чтобы вновь не подняли войну и не залили бы Россию кровью, ибо на этот раз войну России не выдержать, она утонет в собственной крови. Вот еще его слова. Русской нации больше нет, есть жуликоватая шпана, мочащая стада. Русский добрый, он тебя чаем напоит, пригреет, но он же тебя и прирежет. И вот последняя путинская тенденция затоптать всех порядочных людей в грязь, в частности и Виктора Астафьева. Некий российский историк, который получатель там чего-то там от Путина какой-то премии, участник постоянный различных российских фрик-шоу типа Соловьева, назвал Астафьева гнидой. За что он его назвал? За то, что он написал автобиографическую повесть «Проклятые и живые». «Проклятые и убитые», извините. И по версии вот этого путиниста его подкупили итальянцы, представьте себе. Пригласили, напоили и заставили его написать главное произведение своей жизни. Соответственно, человек, который в Совке жил, в Хрущевке, ничего от партии брать не хотел. Да, ну особенно такого, кроме гонораров. Соответственно, никакими не пользовался благами, хотя легко их мог выбить в советские времена. Он вдруг побежал продаваться итальянцам. Ну и потом, вот, все из этой же серии. То есть, оплевать всех. Вот точно так, как недавно Высоцкого оплевали в российском фильме. Явно по заказу Лубянки. А вот, потому что он что-то там взбрыкивал немножко Высоцкий. Его даже гыбня подсадила на наркотики. А он все равно взбрыкивал. И нужно ему, так сказать, впоследок дать. И, соответственно, тоже самая история про Астафьева. Астафьев, кстати говоря, очень уникальный человек. Наверное, никто не написал. Он был еще, правда, такой Никулин. Никто не написал о войне настолько ярко. То есть, он, грубо говоря, ему нужно было выжить в этой всей массорубке, где погибали там 99%. И, кроме того, отрефлексировать. И, кроме того, не сломаться во всю свою жизнь. Таких оказалась маленькая-маленькая-маленькая прослойка. Фактически, он в этой прослойке главный. И, соответственно, путинская фабрика специалистов по лжи его начала забрасывать дерьмом. Ничегошеньки в книжке Астафьева так и не поняли. Потому что, потому сейчас и повторяют. Надо сказать, что эти булкохрусты, которые вспоминают о хрусте французских булок и совковом мороженом, в те времена она, конечно, получила зачетную звездюлину от Астафьева. Проблема в том, что эти люди не читающие и неграмотные. Таким образом, на что обиделся Путин, любитель посылать в местные штурмы, в которых, собственно говоря, участвовал сам Астафьев. Вот что он писал. Советская военщина самая оголтелая, самая трусливая, самая подлая, самая тупая из всех, какие были до нее на свете. Ну, советская, российская, значит. Это она победила один к десяти, пишет Астафьев. Это она бросала наш народ как солому в огонь, и России не стало. Нет и русского народа. То, что было Россией, именуется ныне не черноземьем. И все это заросло бурьяном, а остатки нашего народа убежали в город и превратились в шпану из деревни ушедшую и в город не пришедшую. Вот как он описывал, в частности, свои воспоминания на Букринском плацдарме. Я был южнее Киева на тех самых Букринских плацдармах. Ранен был там и утверждаю, до смерти буду утверждать, что так могли нас заставить переправляться и воевать только те, кому совершенно наплевать на чужую человеческую жизнь. Те, кто оставался на левом берегу и, не щадя жизни, в кавычках, восславлял наши подвиги, подвиги тоже в кавычках, а мы на другой стороне Днепра, на клочке земли, голодные, холодные, без табаку, патроны со счета, гранат нету, лопат нету, подыхали, съедаемые вшами, крысами и откуда-то массой хлынувшими в окопы. Конечно же, самое главное его предвестие, которое не нравится нынешней российской власти, это вот это. Главное, чтобы вновь не подняли войну и не залили бы Россию кровью, ибо на этот раз войну России не выдержать, она утонет в собственной крови. А вот как он писал о возвращении советских солдат из армии. Обобранные, обнищавшие народ и вояки, явившиеся из Европы, и увидевшие, что живем мы не лучше, а хуже всех. Так, негодование копилось, и кто-то подсказал, что это может плохо кончиться для Сталина. И он загнал в лагеря спасителей его шкуры, и не только маршалов и генералов, но тучи солдат, офицеров, и они полегли в эстон беспощадном сражении. Но никуда не делись, все они лежат в вечной мерзлоде, с бирками на ноге, и многие с вырезанными ягодицами, пущенными на еду, ели даже и свежемороженое, когда нельзя было развести огонь. Представьте себе. А вот как он говорил о власти советской, об идолищах этих советских поганых. Тогда говорили, фашисты не люди. Как это не люди? А коммунисты кто? Люди. Коммунистические крайности, это фашистские крайности. И по зверствам своим, и по делам они превзошли фашистские. Фашисты просто детсадовцы по сравнению с нашими деспотами. Мы не на земле живем, на мешке с костями, а в середине кровь булькает. Земля ныне лежит безлюдной и пустой на сотни верст, словно дикое поле. Представьте себе, это еще в 90-х годах, как она сейчас лежит. Какое дикое поле в России. У советского, то есть у русского человека, и голова, и сердце, и легкие приспособлены к воздуху, ложью отравленному. Все страшное на Руси великое происходит совсем, как бы и не страшно, обыденно, даже и шутливо. И никакой русский человек со своими пороками по доброй воле не расстанется. Нет на свете ничего подлее русского тупого терпения, разгильдяйства и беспечности. А вот еще одно его пророчество. Я боюсь, что совершенно правильно Леонтьев пророчествовал. История завершится Россией, она погубит мир. То было сказано задолго до революции и всех потрясений. Смертельное для всей земли оружие попало самым незрелым, нам до североамериканцам. Те 200 лет живут, и мы тысячу, но в действительности меньше, но простим его незнание. И что мы грозили все время, как мальчишки друг другу? Хош спалю, сейчас чиркну или немного погодя. Что с ними ахальниками делать? Спрашивает Астафьев. Соответственно, над романом эпопеи «Прокляты и убиты» Астафьев работал с 90 по 94 год. Две книги написал, третью не успел. И фактически это один из самых сильных образцов вообще военной прозы. Совершенно не шаблонная. Необычно уже само название этого романа «Прокляты и убиты». Пришедшее из писаний старообрядцев. Все, кто сеют на земле смуту, войны и братоубийства, будут богом прокляты и убиты. И, соответственно, он говорит о том, что война – это кара за все грехи советские. И фактически ничего в военной прозе, ни до, ни после него такого сильного, экспрессивного не было. Что он, о чем этот роман? Он пишет о… в Сибири, где он жил, собирается военная команда. То есть она сугубо автобиографическая вся эта история. Собирается команда, они там живут, пока их, соответственно, пытаются сбить в какой-то отряд. Очень быстренько их пытаются сбить. Они только достигли призывного возраста. Там разные-разные люди, какой-то хант, какой-то старообрядец, какой-то блатной и так далее, и так далее. И, соответственно, они между собой держатся, ссорятся. Ну, короче, это все такое советское моральное разложение такое совковое. Конфликты различные. Ну, короче, вот такое. И потом эта разношерстная толпа в недоедании, в голоде, в сырости. Соответственно, их собирают. На глазах у мальчишек командир забивает какого-то другого, ну, насмерть. Происходит расстрел двух человек, которые просто отлучились от части. Ну, короче, вот такое вот все, как он пишет. В большинстве была жизнь убога, унизительна, нища. Состояла из стояния в очередях, получения пайков, талонов, да еще и из борьбы за урожай, который тут же изымался в пользу общества. Ну, и вторая книга представляет собой натуралистическое описание боевых действий в ходе форсирования Днепра. И он описывает войну очень подробно, жестоко, как сейчас любой может видеть на видео, да. Тогда беспилотников не было, тогда сказочки рассказывали. Сейчас каждый может на это все сам посмотреть. И, соответственно, как он писал о солдатах, в частности. Герой испытал на себе главную особенность героя его произведения. Особенность армии, в которой провел почти всю свою жизнь и общество ее породившего. Держать всех и все в унизительном повиновении, чтобы всегда, везде, каждодневно военный человек чувствовал себя виноватым, чтобы постоянно в страхе отщупывался, все ли застегнуто, не положил ли чего ненужного в карман ненароком, не сказал ли чего не в попад, не сделал ли шаг в разноступ с армией и народом, то ли и так ли съел, то ли и так ли подумал, туда ли в того ли стрельнул. Ну, короче, Северная Корея, да. Россия и совок Северной Кореи. Бедственное время страшно еще тем, что оно не только угнетает, оно деморализует людей. Главное губительное воздействие войны в том, что вплотную воочию подступившая массовая смерть становится обыденным явлением и порождает покорное согласие с ней. Предательство начинается в высоких важных кабинетах вождей президентов. Они предают миллионы людей, посылая их на смерть. И заканчивается здесь, на обрыве оврага, где фронтовики подставляют друг друга. То есть подставляли и тогда тоже друг друга. Не только сейчас. Как сейчас украинские операторы беспилотников кого-то там показывают. И россияне показывают друг на друга, куда надо бомбить. Сдают своих друзей. Давно уже нет того поединка, когда глава государства брал копье, щит, и впереди своего народа шел в бой, конечно же, за свободу, за независимость, за право и дело. Вместо честного поединка творится коварная надуваловка. Изо всех спекуляций самая доступная и от того самая распространенная спекуляция патриотизма. Бойчея всего распродается любовь к родине. Во все времена товар этот нарасхват. Гони в этот ад впереди тех, кто злоупотреблял данным ему разумом. Он придумал все это, изобрел, сотворил. То есть он говорит, что нужно в войну, чтобы в войне принимали участие те, кто ее развязал. То есть Путина погнать с Шойгу и Герасимовым и всеми остальными. Российской думой, да? В штурмовой отряд. Вот это было бы удовольствие всем. Нет, не в одном лице, а в стадом, стадом, пишет он. И царей, и вождей на 10 дней. Из дворцов вилл на 10 дней. И тогда тоже, получается, жили 10 дней эти, соответственно, на фронте штурмовики. Точно так же, как российские штурмовики живут сейчас. Из дворцов вилл, подземелий. Насколько пророчества, да? Партийных кабинетов, на Великокреницкий плацдарм. Чтобы ни соли, ни хлеба, чтобы крысы откидали им носы и уши. Чтоб приняли они на свою шкуру то, чему название война. Чтобы и они, выскочив на край обрывистого берега, на слуду эту безжизненную, словно вознесясь над землей, рвали на себе серую от грязи и вшей рубаху. И орали бы, как серый солдат, только что выбежавший из укрытия и воззвавший. Да убивайте же скорее. Представьте себе. И это сейчас тоже происходит. Когда российские штурмовики вот так останавливаются, уже совершенно покорились всему и ждут, пока в них что-то прилетит или себя достреливают. Когда-то... И вот что дальше пишет Астафьев. Когда-то я подхватил и с энтузиазмом повторял слова Константина Симонова. Всю правду о войне знает только народ. Увы, теперь я знаю, что всю правду о войне знает только Бог. Народ наш в большинстве своем не знал ее и, возможно, знать не хочет. Слишком страшна она и отвратительна. Слишком для усталых русских людей, прежде всего, истинных вояк. Правда, это неподъемно. Многое сгорит во времени и развеется пеплом в мироздании из того, что хранит усталая, да уже изнемогшая от тяжкого груза российской памяти история. Патронов только на врага фашиста не хватает. Это его цитата из книги. На извод же своих соотечественников, то есть на расстрел. У страны советов всегда патронов доставало. Не хватит, у детей последнюю крошку отымут. На хлеб выменяют пули и патроны. Вспомнилось поверье, будто каждая звезда отмечает отлетающую душу. И он, в которой уже раз, ну, герой романа, угрюмо отметил, что человеческие поверья и приметы создавались в мире для мира. И потому здесь, на войне, совсем они не совпадают и не годятся. Ведь если б каждая звезда отмечала души убиенных только за последний месяц, только на ближнем озере, то небо над головою опустошилось бы. И было бы это уже не небо. На его месте темнела б мертвая беспросветная немота. Да, во всех мемуарах почти все полководцы заявляют, что они прожили честную жизнь. Взять моего теску Александра Васильевича, ну, Суворова, очевидно, и стаскал за собою по Европе, извел тучи русских мужиков. В Альпах их морозил, в чужих реках топил, в Оренбургских степях пугачевский мужицкий мятеж в крови утопил. И герой на все времена. Русские вдовы и сироты до сих пор рукоплещут. Россия поклоняется светлой памяти полководца и надевает цепи на музыкантов, шлет под пули поэтов. В России о своих потерях не знают. Все шито-крыто. Два умных вождя не хотят огорчать свои народы печальными цифрами. Высокое командование трусит сказать правду народу. Правда, это сразу же притушит по золоту на мульдирах. Однажды под Москву прибыла из Сибири и утопла в снегах, одетая в летнее обмундирование, почти небоиспособная дивизия. Но это о мифе о вот этих сибирских дивизиях. От нее наступление на врага требует. Она же лежит в снегах, дух испускает. И не вперед на запад, но в Москву на восток идет наступление обмороженных, больных, деморализованных людей. Такой случай наступил под Харьковом, где наши бойко наступавшие войска влезли в мешок, специально для них немцами приготовленный. Начав ретиво наступать, еще ретивее драпали доблестные войска, сминая все на своем пути, прежде всего свои же штабы, где высокомудрые начальники наторели уже наступать сзади, отступать спереди. Слух по фронту катился, замкнув кольцо, немцы разом заневодили, заневодили, ну то есть в невод как бы. Косяк высшего офицерства, взяв в плен сразу 20 штук советских генералов и вместо одной шестой армии Паулюса, погибшей под Сталинградом, задушили в петле, размесили в жидких весенних снегах шесть советских армий. Немец математику знает. По фронту ходила, точнее кралась тайна, жуткая песня. Мой товарищ в смертельной агонии, не зови понапрасну друзей, дай-ка лучше согрей ладони я над дымящейся кровью твоей. Ты не плачь, не стани, ты не маленький, ты не ранен, ты просто убит. Дай на память, сниму с тебя валенки, нам еще наступать предстоит. Представьте себе. А сколько видео о том, как россияне что-то там мародерят у своих, тырят. Да, уже даже и обувь, хотя это 21 век, да, и китайской обуви полно. Даже еще и обувь бывает снимает. А вот дальше. Да, правильно, совершенно верно, агитаторы орут. И душка Геббельс поет, заливается. Каждый воин фюрера способен победить 20 польских и 10 русских солдат. Но придется, придет одиннадцатый. И что делать? Вот он одиннадцатый, прет на дроворуба немца. То есть матерится, волком воет, сопли и слезы рукавом по лицу размазывает, но прет. То есть то же самое, что сейчас, да. И что делать? Расстреливать? Устал, выдохся. Не хочет и не может больше Ганс Гольбах никого убивать, тем более расстреливать. Начавши борьбу за создание нового человека, советское общество несколько сбилось с ориентира, из тропы, где назначено ходить существу с человеческим обликом. Сокращая путь, свернуло туда, где паслась скотина. За короткое время в селекции были достигнуты невиданные результаты. Узнаваемо обозначился облик советского учителя, советского врача, советского партийного работника. Но наибольшего успеха передовое общество добилось в выведении породы, пасущейся на ниве советского правосудия. Здесь чем более человек был скотиноподобен, чем более безмозгл, угрюм, беспощаден характером, тем он больше годился для справедливого карательного дела. Какой же советский поселок и без бараков? Всякому свое, женщинам и детям в забой вместо мужиков, комиссарам призывать их к трудовым подвигам. И интерес, откуда он такой взялся? Совершенно не похожий на других россиян этот Астафьев. Совершенно не похожий. Ну, во-первых, из Сибири. Как говорили, где-то говорили, что самые приличные россияне живут в Сибири. Но, во-вторых, он был еще и из семьи, точно так же, как и Пришин, о котором я рассказывал в одной из лекций. Он был из семьи староабриатцев. И вот, как он пишет о старообрядцах в этих всех историях. Мол, как их ломали. Как ломали их религиозность. Всей политической и сексотной кодлой, мракобесием его веру называли. Сулились в бараний рог согнуть старообрядца из далеких кужебар. А он как молился, так и молится. Не зря стало быть учили в школе, да и везде, и всюду. Особо переселенческим баракам, арестантским поселениям быть несгибаемым, не поддаваться враждебным веяниям, не пасовать перед трудностями, жить союзами, ну и так далее. А старообрядец молодец, не пасует перед трудностями. Хер положил он на все увещевание и угрозы агитаторов, ублюдков. Он и есть несгибаемый человек. Гнется он только перед Богом в молитве. Вот это положительный пример для всех его собратьев по казарменному несчастью. А вот как он об этом фашизме российском фактически. Чтобы делать добро, помочь человеку, не обязательно знать его язык, его нравы, его характер. У добра везде и всюду один разъединственный язык, который понимает и приемлет каждый божий человек, зовущийся братом. Бог и природа предоставили человеку одну единственную возможность явиться к жизни, и со дня сотворения мира способ его рождения не изменялся. А вот сам человек, устремленным своим разумом, придумал тысячи способов уничтожать жизнь и достиг в этом такого разнообразия и совершенства, пишет он в середине 20 века. Посмотрел бы он на 20-е годы, 21 век. А вот еще о россиянах. Что его, как старообрядца, из Сибиряка, так сказать, драконил. Вот особенность нашего любимого окрещенного народа, получив хоть на время, хоть какую-то, пусть самую ничтожную власть, дневального по казарме дежурного по бане старшего команды на работе бригадира, десятника и, не дай бог, тюремного надзирателя или охранника, остервенело глумиться над своим же братом и стязать его. Ну, то есть, как раб вести себя. А вот шикарная его фраза для историков, очень шикарная фраза, потому что я, честно говоря, думаю, что Россия влезла в эту войну, в том числе в этом есть вина и историков советских, которые изолгали предыдущую войну, вместо давать слово таким, как Астафьев и таким, как Никулин. Это не совсем тот Никулин, который из фильмов, да, комедийный актер, хотя он тоже воевал и тоже многое помнил. Это другой Никулин. И вот что он пишет, Астафьев. Тот, кто врет о войне прошлой, приближает войну будущего. Шикарная фраза. Просто ради этой фразы она очень многого стоит. А вот еще из своих собственных впечатлений. Я думаю, что российские штурмовики перед смертью, многие могли бы, если бы они могли что-то сказать, они бы что-то такое тоже сказали. Никакая фантазия, никакая книга, никакая кинолента, никакое полотно не передадут того ужаса, который испытывает брошенные в реку под огонь, в смерч, в дым, в смрад, в гибельное безумие. И так далее, и так далее. Поэтому, друзья, знаем правду. Сейчас ее гораздо легче знать. Но россияне, даже имея видео, терабайты видео, огромное количество, они все равно хотят слушать лапшу, розовую, всякие. Как говорил Пушкин в свое время, «Тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман». Они до сих пор имеют все перед глазами на расстоянии одного клика, чтобы это все увидеть. И все равно вот этот, в этом обмане, так сказать, купаются. Ну, это их выбор. А нам свое робить, как то кажуть. Нам делать свое. С Богом, друзья, до перемоги. И помогаем украинской армии. Сейчас мы собираем бойцам на Сумщине, на границе с Курской областью, которые защищают Украину от мордора. На шины для автомобиля. Счет внизу. С Богом, до перемоги.